Как мотают с руки бывшие чиновники и бизнесмены? Живут как короли. За деньги можно получить комфорт. Золотые камеры существуют. Терпят унижения и пытки. Насилие с попыткой сломать. Применяют политзаключенных. Их действительно избивали. Привет, это Айран. Сегодня обсудим, как живет в тюрьмах Казахстана элита и обычные зэки. Правда ли, что за деньги на зоне можно купить себе все? Секс, наркотики и апартаменты. Как мотают с руки бывшие чиновники и бизнесмены? Почему одни кайфуют, а других пытают, избивают и калечат? И кто допускает беспредел за колючей проволокой? Подпишитесь на Айран. Здесь мы обсуждаем актуальное. Казахстанцы обсуждают фото, на котором осужденный экс-начальник ДП Алматинской области Серик Кудибаев в компании салагерников сидит за богато накрытым Достарханом. Пользователи интернета возмутились, что генерал совсем не похож на обычного зэка, будто на курорте, а не в тюрьме. В Куиз объяснили, что продукты заключенным в готовом виде передали родственники, а это не запрещено. К тому же вечеринка, утверждают, была безалкогольной. Правда, расследование все-таки обещали провести по факту использования в колонии мобильника. Но правозащитники утверждают, что на нарах вполне можно устроиться с комфортом. Для элитных сидельцев в тюрьмах есть даже вип-камеры. За деньги можно достать и алкоголь, и наркотики, и развлечения. На нашем канале есть отдельный спецвыпуск о казахстанских зонах. Откровение бывших заключенных о том, как ломают в тюрьмах и как выжить за колючкой. Ссылка будет в описании под этим видео. Кто именно может себе позволить хорошую жизнь на зоне? Как отбывают свои сроки бывшие чиновники и бизнесмены? В прошлом году в сеть попало видео, на котором экс-председатель нацкомпании «Астана Экспо-2017» Талгат Ермегияев, осужденный за взятку, боксирует в компании нескольких человек. Ролик вышел уже после того, как осудили начальника колонии, где сидел бывший топ-менеджер. Выяснилось, что за решеткой Ермегияев ни в чем себе не отказывал. У него был свой кабинет, он свободно передвигался по территории и часто бывал в нетрезвом виде. Но если одни за деньги в тюрьме могут устроиться как дома, то другие зэки терпят унижения и пытки. Недавно в сеть слили ролик из колонии Акмолинской области. На кадрах сотрудники учреждения избивают заключенного, активиста Тимура Данебаева. В КУИС видео с избиением осужденного тоже прокомментировали и подтвердили, что в ролике усматриваются признаки превышения сотрудниками служебного положения. Но если в этой истории виновных и привлекут к ответственности, то на систему в целом это никак не повлияет, утверждают правозащитники. Какие порядки в тюрьмах Казахстана царят сегодня? Кого и за что пытают? Сколько стоят вип-камеры и кто в них живет? В каких условиях содержится элита старого Казахстана? Почему Карим Масимов не сидит в обычной камере? Что едят вместо баланды бывший владелец казахстанского Макдональдса Кайрат Бурамбаев и племянник Назарбаева Кайрат Сатабалды? Об этом мы поговорили с правозащитниками Улжасом Сыздыковым, Марианой Гуриной и юристом Галымом Нурпиисовым. Вот как вы можете прокомментировать появившееся фото с бывшим начальником ДВД Сериком Кудебаевым? В той фотографии мы видим как раз наличие людей, сидящих в спортивках в тюрьме. Лица, находящиеся там, обязаны носить спецформу. Это тюремная роба, как называется. Мы можем сказать, что на сегодняшний день в пензенциарной системе имеются различия между высшей кастой и, соответственно, низшей кастой. Вот так я в кавычках это говорю. Здесь то, что находится такой богатый стол, я не думаю, что нарушение какое-то есть. У них есть такое понятие среди осужденных, как семейники. Соответственно, они объединяются в какую-то компанию, которые там близки каким-то видом оказались друг к другу. И, соответственно, они объединяют свои посылки, передачи. И если это так произошло, то я не вижу в этом ничего противозаконного. Единственное, что там я заметил, что камера была закрыта тряпочкой. Вот это как бы очень неправильно. Все эти помещения, они должны просматриваться сотрудниками учреждения. Конечно же, это смешно, что вот такие высказывания, куиз по поводу того, что это была передача. Передача, на которой вот так вот 30 человек могли сесть и спокойно, празднично так поесть. Во закону человек осужденный имеет право получать посылку не больше 14 килограмм. В эти 14 килограмм входит, ну, скажем, килограмм колбасных изделий, килограмм конфет, обязательно мыломоечные изделия, потому что, ну, что-то там из носки, трусы. И вот это получается 14 килограмм. Но больше никто из вот этих трех категорий получить не может. То, что все вместе могли в складчину собраться, ну, наверное, что-то могли. Но чтобы был вот так вот горячий бежвармак, это нужно, конечно же, договориться, может быть, со столовой, чтобы тебе приготовили, я не знаю, фантастическая история. Но там же люди устраиваются. Главное, чтобы они имели деньги. Правда ли, что за деньги мотать срок можно с комфортом? Что именно можно купить в тюрьме? Там есть магазины тюремные, есть коррупция, да, благодаря которой там люди могут... Мы же помним тоже скандал с Толгатом Ермегияем, что он устроил там в Астанинской столичной тюрьме, да, у него там практически свое помещение было оборудовано, со всеми там и алкоголь туда приносили, и все на свете. Поэтому ничего удивительного в этом нет, это происходит из-за того, что в местах лишения свободы есть коррупция, и с этим нужно что-то делать. Здесь максимально только все, что касается быта. Это продукты питания, это, если нелегально, сотовые телефоны, вполне возможно, наркотики, да, вот такие вот вещи, которые можно спрятать, можно в состоянии там от тех сотрудников, которые следят за порядком в учреждениях, как бы их использовать. Только так. И могу констатировать тот факт, который заявляли и говорили мои подзащитные. Действительно, за финансы можно купить себе хорошую камеру, оборудованную с телефоном, с холодильником, со всеми удобствами, чтобы никто не тревожил. Это чиновники квази-государственного сектора или вообще чиновники сами такого формата? Я несколько раз наблюдала подобные истории, когда заходишь с проверкой в тюрьму без каких-то определенных предупреждений, а мы имеем на это право, и ты видишь, что этот человек находится совсем в других условиях. И начинается суета, когда его пытаются в общий барак как-то определить или как-то скрыть его в Курганском следственном изоляторе, когда руководитель, ну вот хозяин, он был с одной стороны, а мне удалось как-то оторваться, я сказала охраннику, чтобы он открыл вот эту дверь. Он отпирался и сказал, что я не открою, пока вот сейчас придет хозяин. Я говорю, вы не имеете права. Он открыл эту дверь, и я увидела двух человек, лежащих на велюровых одеялах, и на столе у них было все такое вот прямо вот первосортное, приличное. Ну вот как у себя дома. Ну это один из Акимов и руководители областные. Доступна ли в колонии за деньги, ну скажем так, любовь? С девочками легкого поведения. Как выразился один мой подзащитный, отбывающий наказание в учреждении, он сказал, что за деньги можно получить комфорт. За большие деньги можно, в принципе, там существовать не хуже, чем в санаториях. Если в южных регионах, где режим учреждения не такой жесткий, да, как на северных, там в основном такая коррупция, она, ну скажем так, мягкая, да, когда люди вступают в сговор с сотрудниками, да, какие-то свои бизнес-поекции, заводят там алкоголь, наркотики, да, и это все как бы поставлено на поток. Здесь у нас гораздо жестче и в этом отношении изощрение и страшнее, потому что здесь человека ставят в такие условия, что вынуждая его отдавать деньги, за то, что его не будут принимать на этапе. Так, как вы видели, да, недавно ролик, на котором молодого человека, скажем так, заставляют делать какие-то работы, которые он не хочет делать, да, и, соответственно, они применили спецсредства, как называемые, в кавычках, если говорить об этом. Вы отказываетесь от выполнения законов тренедерации. А то, что вы не меняете, меняете спецсредства. Ложите. Аккуратно. Поэтому здесь очень много есть у них инструментов, механизмов, у сотрудников при помощи этих активистов, так называемых, при помощи, скажем так, каких-то возможностей дать им дополнительные льготы или еще что-то, ну, такие учреждения. Поэтому здесь много моментов, которыми они пользуются. То, что касается свиданий, то, что касается передач неплановых, конечно же, конечно же, это так, пожалуйста, в любое время, если у тебя есть деньги. То, что касается сроков отбывания или поощрения. Каждый шаг твой оплачивается. Вот для таких людей есть какие-то другие места. На промзоне какой-то, скажем, ну, какой-то домик, в котором есть какая-то комнатка, и вот в этой комнатке на промзоне человек устраивается, не мыться со всеми, а тогда, когда ему хочется. Ну, допустим, не выходить на плац, это может решить медик. Медик дает справку о том, что у человека есть какие-то болезни хронические, которые ему позволяют находиться в это время внутри. И медики тоже люди. Они тоже получают невысокую заработную плату. Поэтому я полагаю, что вполне возможно, что такие вещи можно сделать. А вполне возможно. Почему? Во-первых. А во-вторых, как бы у всех людей на сегодняшний день в местах решения свободы не только молодые, но и пожилые находятся. А сотрудники и чиновники чаще всего не молодые будут. Поэтому хронические заболевания всегда можно найти. Просто не всегда медик обращает на него внимание. Но если его заинтересовать, он будет обращать на это. Ну, в обществе то же самое уже, понимаете, что, пойдя в больницу, допустим, кто-то будет сидеть в очереди, а кто-то пойдет к частному врачу. Буквально недавно ситуация, когда в Туркестане, помните, там, то ли изнасиловался, то ли малолетний человек, которому осуждали, там, осудили по тяжкой статье, в короткий период времени ему дали возможность условно-досрочного. Пожалуйста. А как это, получить условно-досрочно, если человек получил тяжкую статью? Ну, мы можем просто предполагать, что, скорее всего, здесь были какие-то определенные условия, которые он выполнил. А можно ли допустить, что, например, Масимов, Буранбаев, Сатыбалды и тот же Кудибаев находятся в колонии на общих условиях, живут в обычных камерах, питаются баландой и моют туалеты? Есть у них четкое внутреннее правило, согласно которым там, людей, у которых есть деньги, они могут от таких вещей отступаться. Будут люди, которые вместо них эти вещи будут делать, даже если им там по графику это положено делать. Поэтому и это не преследуется. Корень причины все-таки социальной неравенностью на воле. Почему у того же Кудибаева есть возможность получать такие посылки-передачи? Да потому что он на воле неплохо жить, правильно же, да? Соответственно, у того, кто украл там, я не знаю, мешок угля, да, и его за это посадили, у него не будет возможности получать такие передачи. Он будет за пачку сигарет Кудибаева вымыть вместо него туалет. Ну, живут как короли в особом режиме. Ну, конечно, ну, представьте себе, что они встают и маршируют со всеми утром и вечером на перекличке. Нет. Я уверена, что они не сидят в общей столовой и что они не моются в одной бане со всеми. Например, возьмем бывшего председателя КНБ Карима Масимова или, например, министра какого-либо, который получил срок и отбывает наказание. В любом случае, их вместе в общий барак помещать нельзя. Почему? Нельзя забывать, что эти люди – носители госсекретов. Например, Карим Масимов владеет полной информацией о каждом чиновнике. Помимо этого, он владеет информацией спецслужб, ближайших наших государств. Представляете, такой человек с такими знаниями будет находиться в общем бараке с отморозками грабителями или насильниками. А правда ли, что в казахстанских тюрьмах по-прежнему применяют пытки? Да, это правда. Пытки – это чаще всего как наказание идет за совершенный проступок. Пытают также не только в местах лишения свободы, пытают и на стадии следствия, чтобы добиться признательных показаний. Пытают для того, чтобы узнать, допустим, где человек что-то спрятал, с целью добиться каких-то сведений. Очень много есть. Или с целью, как только заходит человек в зону, чтобы показать ему его место, что он попал в такое учреждение, где все будет по-другому. А бьют дубинками, да, бьют дубинками по пяткам специально, чтобы почки у человека как бы опустились. Из-за этого тоже испытывают боли сильные. Обливают водой как бы через тряпку. Тоже на лицо тряпку ложат, обливают водой. У меня был мой подзащитный Ермек Тайчебеков, осужден по 174 статье. Когда в Заречном, в строгом режиме, он показал беспредел, творящийся в зоне, в Заречном, его отправили в Степногорск. В Степногорск я к нему поехал. И он мне рассказал, что зимой, в холодную погоду, после того, как он искупался в душе и постирал свою одежду, его отправили в холодную камеру без окон. Представляете, зимой, в мокрой одежде, порядка около шести часов. Ермек Тайчебеков сидел и мерз. Это первый момент. Второй момент. Ермеку Тайчебекову на тот момент отказали в предоставлении питьевой воды. У него было обезвоживание. Далее. Как его психологически ломали? Его помещали в камеру и включали громко музыку, лишая его сна. Он мне написал заявление, жалобу. Это заявление я отправил, но оно, в странном образе, у нас вот растворилось. Я вот просто говорю по примеру моего подзащитного. Вот, скажем, приходит эта вот машина с заключенным. И эти заключенные выстраиваются, вот они только что пришли. Их начинают осматривать. И осматривают их в этом продоле, в котором их ставят раком. И если он быстро не снимает там трусы, то он получает пинок. Вот, насколько я видела. А какие изощренные нефизические формы пыток существуют, чтобы заключенный не мог доказать издевательство над собой? Как на примере Навального, да, к нему подсадили жутко пахнущего бомжа. Оперативные сотрудники, они в фантазии очень богаты. Они что угодно. Места закрыты, не всегда информация выходит. Вполне возможно, и есть такие вещи. Допустим, голодовку держат заключенные, да, в связи с тем, что его там какие-то требования не выполнили сотрудники. Они могут, допустим, поставить рядом там кастрюлю с борщом, да, или с жареными пакетами, чтобы он... Является же это пыткой. Является человек как бы протест свой, пытается высказать, а сотрудники его провоцируют именно на это. Хотя со стороны, кому-то может показаться смешным, кому-то может... Но на самом деле человек далеко не до смеха, когда он там находится. Музыку включают, да, постоянно громкую, да, если человек находится там где-то в дисциплинарном изоляторе. Также на сегодняшний день у нас вот проблема, допустим, с людьми, которые там отбывают наказание по экстремистским статьям. Мусульмане, они подвергаются там такого рода пыткам, как им запрещают, допустим, читать намаз в определенное время. Согласно 503 приказу МВД намаз можно совершать только в личное время. Если брать не такие элементарные пытки, когда там бьют, или током бьют, или еще что-то, то такого плана психологическое давление оказывает. А никто не будет рядом с тобой курить, а никто не будет тебя брать в семью. Просто от тебя отходят, и с тобой никто не говорит. И вот эта изоляция внутри вот этого барака, где 100 человек, это тоже очень тяжелая форма. Это установки начальника? Ну да, им дается указание. Кому применяют такие пытки? В основном это у нас относится к людям публичным, к оппозиции, психологическое насилие с попыткой сломать его мировоззрение. Понимаете, это как раз и является у нас самым преступным и варварским отношением. Применяют политзаключенные чаще всего. Те, кто видит, что несправедливость не молчит. Гражданские активисты. Он знает законы и требует, чтобы по закону было что-то. А эти законы не исполняются. Поэтому к нему применяют насилие. Много ли кейсов, когда удавалось доказать пытки и привлечь к ответу того, кто их применяет? Есть такие кейсы, но, к сожалению, их не так много. Хотя пытки, они существуют гораздо больше. Тогда поднимается именно со стороны общества, когда идет в средствах массовой информации, как бы усиленная такая реакция общества на эти события только тогда. Чаще всего государство, оно как бы хочет такие вещи умолчать, об этом не говорить, как титул арно решить, по другим статьям провести или еще что-то. Но был случай, когда удалось доказать виновность и руководителей этого отряда, и зоны, только потому, что человек этот умер, наверное. Не верю, что вот эти служивые, что они до сих пор еще в зоне, наверняка уже, наверняка они уже дома, зная то, что они могут, каким образом они могут улучшить свое положение находясь в зоне. У меня в моем производстве после январских событий было три уголовных дела по факту пыток. Даже признали моих подзащитных потерпевшими. Их действительно избивали. Но по понятным нам обстоятельствам уголовные дела были прекращены и в связи с невозможностью доказать. Сейчас у меня идет уголовное дело. Мне стоило больших трудов возбудить это уголовное дело. Мне стыдно быть гражданином Казахстана, пока у нас творятся вот такая система, когда людей избивают, пытают, заставляют получить информацию от него, чтобы он признался в совершении преступления, которое он не делал. Это был Айран. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите свои комментарии. Нам важно ваше мнение. Продолжение следует...